Музей камня, перезагрузка. Долгожданного открытия этого хранилища древности ивановцы ждали больше пяти лет. Все это время шел ремонт здания музея. Было проведено множество работ, начиная от смены перекрытий заливки полов до реставрации фасада. Красную ленточку торжественно перерезал первый посетитель обновленного музея камня, губернатор региона Павел Коньков. Здесь есть экспонаты, которым, вдумайтесь, больше двух миллиардов лет. И с этой точки зрения, с точки зрения увлечения и прежде всего для нашего молодого поколения, значение этого музея, наверное, трудно переоценить. Во время работы музея в предыдущем формате посетить экспозиции могли только школьники по предварительному заказу экскурсии. С сегодняшнего дня музей открыт для всех желающих, вне зависимости от пола и возраста. Директор рассчитывает, что поток любознательных горожан сюда не иссякнет. Сейчас наша экспозиция насчитывает 30 тысяч экспонатов. Они будут представлены в восьми музейных залах, плюс будет планетарий, сад валунов и много других интересных научных проектов. В ближайшее время откроются еще пять тематических залов. Планетарий начнет работу сразу после закупки и установки необходимого оборудования. Первая очередь, рассказывают сотрудники музея, начало большой работы. Мы открываем фойе, это путешествие, приглашение в мир Земли и космоса, то есть первое знакомство с музеем, информационные витрины, информация об экспедициях школы-музея, музея камня. И три зала у нас. Зал минералогии и геологии, где показано разнообразие минералов как таковых, красота и гармонии камня. Зал палеонтологии, где представлено развитие жизни на Земле в окаменелостях. И зал истории камня, где камень показан как фактор развития человечества, цивилизации и культуры. У каждого экспоната здесь есть прошлое. Большинство ученые привезли из экспедиции. Эти камни видели горные реки, штольни, морское дно, скалистые вершины и глубокие пещеры. Ученые отмечают, безмолвные камни в витринах способны рассказать свою историю. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иванова.